друзья привет вы на канале арт симоненко сегодня мы с вами будем рисовать корзинку земляничкой на полянке для этого вам понадобится бумага у меня формата 3 гуашь понадобится палитра карандаш стерка кисточки тряпочки водичка и так все готовим на стол укладываем и приступаем к работе поехали для начала на листе бумаги нужно нарисовать большой овал это будет наша будущая корзиночка рисуем овал далее мы рисуем такой полукруг это будет у нас но нашей корзинки далее нам с вами нужно нарисовать ручку у корзинки берем и вот так вот простенько рисуем ручку но ручка же у нас не просто ли не она же какую-то толщину имеет поэтому сейчас мы нарисуем ее чуть-чуть потолще вот это у нас вот такая вот ручка получается у корзиночки лишние детальки можете стереть и чтобы они вам не мешались чтобы вас не путали можно где-то почетче обвести чтобы потом не потерять намечаем примерно вот где у нас там трава будет травки на ручке узор можно нарисовать вот такой вот змейкой так как у нас корзинка плетеная то и рисунок на ручке тоже будет такой плетеный я решила сделать это сразу но в принципе по идее вы можете этого сейчас не рисовать а нарисовать затем уже сразу гуашью я думаю что вам будет проще если вы от сразу наметите и будете учитывать то что вот такая вот ручка будет плетеная у корзинки тоже есть какой-то рисунок так как она сплетена из какой-то из какого-то материала и тоже такой же вот жгутика по краям мы рисуем 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 то что не получится можно стереть так как это у нас карандаш и вот ничего страшного нет если вы где-то что-то подправить или сотрете стерли и начинаем сейчас дальше прорабатывать нашу работу так здесь у нас будут находиться ягодки в корзинке в лукошке но не нужно все ягоды прорисовывать потому что потом мы все равно будем это фоном закрашивать красной краской ягод поэтому детали прописывать не надо просто можно одну-две ягодки указать разные по размеру побольше поменьше потому что если вы ходили собирать землянику клубни кто вы знаете что одинаковых ягодок не бывает все ягодки разные у какой-то белый бачок какая-то поменьше какая-то покрупнее вот здесь я наметила примерно где у меня будет трава заканчиваться начинаться небо и сейчас уже можно приступать к работе с красками водичку я налила краски приготовила и теперь надо замешать цвет неба небо я хочу сделать голубым для этого я беру синюю красочку на палитру размешиваю и нужно добавить беленькой кисточки никогда в воде не оставляйте потому что от этого они портятся как только вы сполоснули кисточку сразу надо ее оттуда убрать вот добавила на палитру я немножко белой краски и сейчас вот намешаю я беленькую добавлю беленький в голубой и будем небушка наше рисовать берем большую кисточку обязательно и закрашиваем наше небо полностью ручку корзинки аккуратненько обходим по контуру чтобы ее не закрасить чтобы у нас потом цвета сильно не смешивались цвет корзинки цвет неба гуашь если у вас хорошая то разводить водичка ее не нужно если она у вас такая как должна быть по консистенции если она немножко у вас загустела можно добавить воды перемешать и таким образом у вас гуашка станет такая нужной консистенции нужного нужной вязкости ближе к горизонту к травке я делаю небо чуть-чуть посветлее добавляю больше белил потому что когда вы смотрите на небо то вы видите что чем ближе к горизонту наш взгляд падает тем светлее становится небо это надо учитывать при рисовании гуашью при любом рисовании собственно говоря внутри корзинки тоже аккуратно все закрашиваем белых пятен не должно оставаться вообще на листе мы работаем гуашью и это легко сделать просто нужно закрасить все места краской пусть я даже будут очень светлые где-то но это будет все закрашено работа должна смотреться закончена прописываем небо написываем большой кисточкой аккуратненько все закрашиваем у всех у вас небо может быть получится разного оттенка потому что цвета у нас синие разные могут быть и получается в замесе белого тоже разные оттенки синего могут быть теперь я беру кисточку потоньше и решила нарисовать такие пушистые белые облачка они у нас плывут на небушке и никого не трогают плывут 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 можете нарисовать одно облачко можете нарисовать несколько облачек я думаю вот сколько вам захочется только можно нарисовать где-то можно прям побелее сделать где-то можно оставить такие немножко с голубоватыми оттеночками облачка кисточку хорошо споласкиваем и теперь приступаем к рисованию травки нашей зелененькой травку у нас может быть тоже разных оттенков поэтому можно взять разные оттенки зеленого цвета может быть травка где-то похолоднее это больше синего оттенка в цвете может быть пожелтее может быть там какие-то травинки у вас вообще такие подсохшие бывают такое летом когда собираешь земляничку на полянке видишь что там какая-то трава немножко подсохла какая-то травка наоборот цветет то есть полянки то у всех тоже могут быть разные поэтому берем зеленые красочки и начинаем рисовать нашу полянку на траве вот побольше можно было бы кисточку мне взять но почему тут я захотела такой вот прессовать чтобы как бы следы от травинок сразу так у меня оставались травинки могут заходить на небо на цвет неба потому что трава же она не не плоская она вот какие-то травинки повыше какие-то пониже аккуратненько закрашиваем все опять же нам нужно вот всю нижнюю часть закрасить зеленой травкой корзиночку по краешку аккуратненько обрисовываем чтобы на нее не залезть зеленой краской залезть конечно краской зеленой можно мы это будем делать но попозже когда уже корзинку мы разукрасим нужного цвета и так рисуем не стесняемся можете взять кисточку побольше если вам так удобно пожалуйста в этом нет нет но вот мне захотелось здесь здесь такие мазочки как от травиночек оставить не вот так вот я продолжаю рисовать рисовать рисуем можете себе какую-нибудь песенку летнюю понапевать пока рисуете чтобы настроение получше у вас было вы же рисуете наконец-то полянку с клубничкой земляничкой травинки растут в разные стороны поэтому мы можем рисовать тоже травинки которые загибаются в разные стороны в одну сторону трава не может никогда наклоняться потому что какие-то травинки поменьше они пригибаются к земле какие-то наоборот длинные они на ветру оттуда-сюда болтыхаются и так далее то есть трава на полянке должна быть разная где-то пожелтее где-то зеленее где-то посинее где-то в одну сторону травинка смотрит другая травинка смотрит в другую сторону на какую-нибудь травинку может жучок присесть и травинка может наклониться рисуем цвет нашей травы закрашиваем главное чтобы вот как я говорил уже все было закрашено вся наша поверхность листа чтобы белых мест не было вообще на бумаге и аккуратненько рисуем чтобы не залезть на корзиночку красочкой кисточку хорошенько можно сполоснуть и потом нам нужно подобрать цвет корзинки для корзинки лучше всего подойдет цвет охры вот такой вот он какой-то темно-желтенький если у вас охра нету вы можете смешать желтенькую и чуть-чуть коричневый тогда получится у вас тоже охра аккуратненько и потоньше кисточкой обвожу я вот эту плетеную ручку которая у нас вот наверху вот около небушка аккуратненько стараемся обвести чтобы ручка была такая красивая фигурная закрашиваем то что получается внутри если что-то не получилось можно взять кисточку потоньше и обвести сначала потом уже закрашивать по краю корзинки обводим вот этот вот ободок который мы с вами рисовали тоже охрочку берем охрочка такая охра цвет такой красивый такой золотистый немножко как раз то что нужно для корзинки где-то может быть тоже посветлее потому что солнышко падает там сверху снизу там тень мы будем у корзинки рисовать чтобы она более объемно смотрелось если краска немножко густовато можно добавить водички основной фон я вот рисую корзинки закрашиваю это у меня как подмалевочек получается такой затем я все это буду прорабатывать добавила немножко оранжевой краски в охру чтобы немножко усложнить цвет чтобы он был более разнообразный закрашиваем весь фон корзиночки ближе к одну вот она потемнее получается я туда добавил оранжевую она такая чуть-чуть потемнее получается такая более сочного оттенка далее кисточкой мы намечаем нашу красочку простите наши ягодки нашу клубничку земляничку прорисовывать сразу каждую ягодку не надо пожалуйста не надо сначала общим фоном всю ягоду закрашиваем красным вот я взяла потоньше кисточку и краешек тоже обвела потом стала вот так вот закрашивать основной фон чтобы не залезть на рисунок на цвет нашей корзинки закрашиваем закрашиваем немножко оранжевый можно в красную добавить просто мы по пятнам раскладываем вот нашу ягоду где она будет бугорки рисуем это ягодка у нас там будет выглядывать из корзинки вот где-то по темнее красненькую можно взять где-то посветлей попозже мы с вами будем это все прописывать прорисовывать тоненькой кисточкой уже а сейчас нам нужна вот эта вот основная масса красные ягоды затем мы будем и траву прописывать немножко добавлять туда деталей чтобы наш рисунок выглядел законченным прописываем дописываем все и наконец-то у нас с вами получилась вот такая вот корзинка клубнички землянички на полянке и теперь мы приступаем к деталировки берем тоненькую кисточку и начинаем писать детали приступим и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok